Ожидание чего непонятно, наблюдая, как солнце на стенах высветляет тёплые пятна, и как птицы на этих экранах оставляют летящие тени, и как медленно понедельник превращается в воскресенье. Моя песня называется «Он снова вышел из офиса». Он снова вышел из офиса, обиженный и больной. Тревога стучала моросею, тоска накрапала волной. Тем долгим промозглым вечером молился тот человек. Господи, будь моим менеджером, вы, види, мой проект. Вернувшись к себе в отрадное, пытался хоть что-то решить. Он знал помирать ещё рано ему, но не понимал, как жить. И вот глядел он на звёзды полночью, как будто в дверную щель. Господи, будь моим кучем, дай мне увидеть цель. Утро вставать не хочется, но всё-таки встал, как всегда. Казалось, что путь до офиса был вырублен из-за льда. И вот тем судорожным, мудрным утром он Взвал сквозь тьму и тоску. Господи, будь моим тьютером, держи меня за руку. Он снова вышел из офиса и понял, что это весна. В небе синее с розовым, а дальше любовь без дна. И он щёлкнул всё это на свой смартфон И решил по пути домой. Я больше тебя не прошу ни о чём. Я просто хочу быть с тобой. У меня был период, когда я, в качестве волонтёра, бывал в детском ПНИ. Когда ты трусишь или врёшь, себя к себе верни. И снова вспомни этот взгляд ребёнка в ПНИ. Там запах хлорки и мочи, по стенам койки в ряд. Качается, зовёт, кричит лежачий детский сад. И жизнь там каждому дана, но что там делать с ней? Лишь равнодушно тарахтит по телеку Диснеи. А мальчик тот лежал в углу и так смотрел на нас, Что я не должен забывать сияние этих глаз. Следующая песня появилась, мне кажется, отчасти благодаря встрече о новомучениках, которые мы с Димой вместе организовывали. Песня посвящена Соловкам. Так называется Соловки. И там есть упоминание Святого Элиазара. Это один из прекрасных славянских святых. Кому интересно, нужно потом о нём почитать. Или послушать мою песню, кстати, тоже можно её найти. Если хочешь средства от тоски, получай в наследство Соловки. Если хочешь средства от тоски, получай в наследство Соловки. Эх, что здесь творилось меж людьми, ты ещё не понял, так пойми. Выходи на берег и смотри, в лабиринтах пляшут упыри. С яркими бонтами на груди, ты, товарищ Сталин, впереди. Если хочешь средства от тоски, получай в наследство Соловки. Чёрной головою, брат Тюлень, нам с тобой маячат в этот день. А под синим небом, как пожар, молится святой Элиазар. А под ногами спрятан рай, 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 ржавою лопатой откопай. Если хочешь средства от тоски, получай в наследство Соловки. Вот, сейчас стихотворение тоже новое. И стихотворение, и песня, вот, тема отношений людей, конфликты, примирения. Втиснуты друг другу в судьбы, вроде как чужие люди, вроде в гости проезжают, а потом не уезжают, остаются навсегда, до последнего суда. А мы ссорились, бросали камни друг в друга. Я не хочу больше быть с тобой. Вышел и пошел, вышел и пошел, через черный лес. Вышел и пошел, вышел и пошел, а за мной мой бес. И скрипели деревья, и глядели глаза в никуда. Своё логово я выкопал там, где нужно. Своё логово заправил я в своё ружье. Я не хочу больше быть с тобой. Я не хочу, чтобы ты был здесь. Выстрел ты упал, выстрел ты упал, Прямо в черный лес. Выстрел ты упал, выстрел ты упал, Хохотал мой бес. И хрипели деревья, и глядели глаза в никуда. А мы встретились на том краю после битвы. Прошла ненависть, остались только молитвы. Прости, прости, я был так неправ. Прости, прощаю тебя, мой брат. Белое вино, белое вино, где был чёрный лес. Белое вино, белое вино и солёный хлеб. И свинели деревья, и из глаз уходила тоска. Белое вино, белое вино, белое вино, белое вино. Друзья, да, но на самом деле я понимаю, что когда поёшь песни, записанные за один период, это в некотором смысле риск, потому что они примерно в одной такой вибрации, там нет боевиков, которые обычно разбавляются. Но всё-таки, мне кажется, важно в конце сезона спеть то, что написано за сезон. Осталось чуть-чуть. Сейчас песня, которую я вообще ещё не пел. Называется «Человек подходит к вещи, сделанные когда-то давно». Это первая строчка. Вот песня, которую я сам как-то её написал. У меня сама какой-то вопрос у неё есть. Сейчас он послушает. Человек подходит к вещи, сделанной когда-то давно. Может, это кузнечные клещи, Может, бочка, где держали вино. Он проводит по вещи руками, Он блестит очками и щёлкает языком. Достает кошелёк с деньгами, Платит за вещь, забирает её в дом. Моя жизнь станет спокойней, Моя жизнь станет прочней. Если я буду жить на фоне старых вещей, Если я буду жить на фоне старых вещей, Так размышляет он и уже видит вдали Свой дом, который стоит на самом острее земли. Человек отпирает дверь, И сразу ясно, что всё здесь не так. В комнатах без него Похозяйничал фраг. И он видит на всём отпечаток Суетливые руки. Того, кто шарил по ящикам и Потрошил сундуки. И человек бросается в угол, И в него вжимается весь. И смотрит, и смотрит во все глаза На старую вещь. И он знает, что откуда-то издалека Родной и единственный друг С этой вещью ему прислал тепло Своих честных рук. И человек хранит теплом Этой старой любви В своём доме, который стоит На самом острее земли. Ну вот, друзья, предфинальная песня. Она называется «Спектакль окончен». И она посвящена всем ребятам с гитарами, Которые, несмотря ни на что, Продолжают. Спектакль окончен, Все разошлись, Лишь этот чувак Всё стоит в темноте. Чего он там стал, Как будто застыл В ожидании новых гостей. Кому он играет Свой сумрачный джаз, Свой самурайский рок. Все гости разъехались На сверхзвуковых скоростях, А может, уже пьют кофе В других гостях. Смартфоны заряжены, Можно скользить По гладким поверхностям Только вперёд. А этот чувак Стоит и стоит, О чём-то молчит И что-то поёт. Кому он играет Свой сумрачный джаз, Свой самурайский рок. Кому он так пристально смотрит В ночные глаза. Как будто бы верят, Что все воротились назад. Смартфоны заряжены, Можно снимать. Гляди, какой здесь Потрясающий вид. И каждый умеет Так ярко сиять. Лишь этот чувак В подёмках стоит. Зачем он играет Свой сумрачный джаз, Свой самурайский рок. Эта гитара Эта гитара Эта гитара Эта гитара Эта гитара Эта гитара Эта гитара